привет привет мои прекрасные зрители сегодня у меня день стрижки ну вернее не у меня а у моего сада сегодня все стригу и в первую очередь буду стричь вот эту калину вообще полное безобразие конечно как она у меня отросла вообще всегда стояла аккуратным кругленьким шариком но я даже не успела заметить как она превратилась вот в такую вот растрякушку размахайку и даже уже перевалила за забор чего у меня вообще с ней никогда не случалось за все эти годы которые она у меня растет а растет она у меня я вам скажу с постройки нашего дома с переезда значит уже восьмой год до восьмой год посажена была двумя прутиками потом я эти прутики переплела между собой и получился вот такой интересный ствол потом решила ее подстригать чтобы она не мешала розам сначала стригла я ее ножничками пока она была маленькая а сейчас кусторезом вжик-вжик и готова и уточню что это обычная калина ничего в ней особого нет та самая которая нам дает вкусно кислокорковатую ягоду поздней осенью а а а а Субтитры создавал DimaTorzok После того, как основная форма придана куста-резом, куста-рез мы откладываем и начинается филигранная доработка с помощью секатора. Вот эти вот все торчащие пенечки надо обстричь поглубже, чтобы они не торчали из общей массы. Видите, вот эта часть у меня уже секатором обработана. А вот эта еще нет. И, конечно же, убрать всю поросль, которая пошла внизу. Ну и вот клиент готов. Калина приобрела свой нормальный вид, обычный, аккуратный шарик. И сразу заиграла ангела. Освободилась от гнета калины. И вот здесь даже нашла проросшую одну ее веточку. Также подстригла частец византийский, потому что не люблю, когда он цветет. Его соцветие мне не нравится. Они портят вид. И дюшинею. Дюшинея – это, конечно, прелесть. Но она очень сильно разрастается и любит вылазить из тех мест, которые ей отведены. Хороший, красивый почвопокровник, большой агрессор и очень-очень соблазнительный для случайных прохожих. Так и норовят попробовать эти красные ягодки. Поработали, насладились ароматом роз. Юра убрал мусор. И можно переходить к следующему объекту. И остался у меня еще один крупный, так сказать, вип-клиент. Это вот эта вейгела. Вейгела нано-вариегата. Вейгела нано-вариегата. Вейгелу тоже нужно стричь сразу после цветения. Для того, чтобы она успела заложить цветочные почки на подстриженных побегах. Если подстрижете поздно, в конце лета, а тем более весной, то точно не будет цвести. Поэтому стрижем после цветения, чтобы она успела заложить почки. Особых правил стрижки не существует. Здесь только ваше желание. Высота, форма, это только как захотите вы. Главное не увлечься. Потому что процесс работы с кусторезом, он реально залипательный. Почаще себя останавливать и отходить в сторону, чтобы смотреть со стороны, что же получается и где требуется корректировка. Ну вот, по-моему, и всё. Красавчик. Свежеподстриженный. Вейгела нано-вариегата. Но, завип клиентами, толпой повалили клиенты помельче. А именно, шиловидные флоксы. Шиловидные флоксы нужно подстригать сразу же после цветения. Тогда меньше шансов им распадаться. Они любят вот так вот распадаться, видите, со середины поголять середину. Тогда они зарастут, будут гуще и, возможно, даже процветут второй раз. А если их не подстричь, все эти зелёные побеги одревеснеют. Они будут некрасивые и сухие, вот такие, как в середине куста. Пожелтеют и не будут иметь никакого вида. А так, если подстричь, то зелёный кустик будет стоять до самого конца сезона. Хорошо перезимует и будет свести с новой силой. А на сухих побегах цветение, на отросших сухих побегах, цветение будет довольно-таки жиденькое. Так что стрижём. Субтитры подогнал «Симон» Шиловидный флокс – клиент такой непривередливый. Поэтому берём просто пучок и вот так вот срезаем почти что под корень. Одним махом ножниц. Ножницами это делать удобнее всего. Стрижку я сделала довольно кардинально короткую. Достригла прямо вот до тех мест, где уже начинает подсыхать и желтеть. И это хорошо. Тем быстрее куст обновится, возобновится и не будет так быстро стареть. Ну а это просто кладезь витаминов, хотела сказать. Нет-нет, в пищу мы это употреблять не будем. Это очень большой и ценный материал для тех, кто любит черенковать. Буквально каждый стебелёк здесь можно черенковать, пустят корни и хоть на базар иди продавай, делай бизнес. Но я этого делать не буду, черенковать я не люблю, а всё это у меня пойдёт под мульчу на розы. Ну и по ходу дела под ножницы пошли и старые тюльпаны уже с пожухшей листвой. И вот я тут даже под флоксом раскопала кустик. Кустик тимьяна. Вообще впервые вижу, чтобы он у меня цвёл. Аж удивилась. И его, пожалуй, тоже подстригу. Пусть обновляется. Ну как бы всё. Осталось теперь это всё убрать, подмести и сделать красиво. Опа! И шик, блеск, красота, чистота и порядок. Отрастая флоксик, молоди и возобновляйся. Набирайся силы. Так, друзья. А теперь мне требуется помощь моего зрительного зала. Вот это у меня арабис. Или и берез. Нет, по-моему, всё-таки арабис. Вечно я их путаю. В общем, цвёл беленькими цветочками многолетник. И вот он отцвёл. Я подстригла цветы. И он начал обрастать. И он обрастает вот такими, получается, длинными стеблями. А вот. И эти стебли, они как бы не стоят, а падают. Может быть, их тоже прищепить стоит. Вот как вы считаете? Может быть, их всё-таки прищепить, и он тогда из пазухов даст новый и будет более компактный. Ну, что же, то он у меня весь развалился. Что это за вид такой некрасивый. У кого есть арабис или берез, в общем, кто узнает в этом растении своего знакомца, пишите мне, что с ним нужно делать. А вот с абриетой у меня вопросов нет. И её 100% нужно, опять же, обстригать, так же, как и флокс шаловидный, до самого вот этого вот сухого места. До того места, где её стебли начинают подсушиваться и желтеть. Для того, чтобы не допустить, чтобы весь куст в течение сезона высох. Он должен успеть дать новый прирост. Для того, чтобы процвести... на будущий год. Вот такими славными цветочками. А здесь у меня ещё один кандидат на стрижку. Чистец византийский. Лихнис. Овечьи ушки. Три названия у этого растения. Им можно было бы оставить его соцветия. Но вот как на мой вкус, они мне не нравятся. Когда у этого растения вид почвопокровного, серебристого, с мягкими, пушистыми листочками, мне кажется, что вид у него намного благороднее. А вот с этими незрачными цветоносами он больше похож на сорняк. Поэтому долой цветоносы и оставляем его в виде почвопокровника. Некоторые могут сказать, зачем. Пусть бы себе рос. Но вот мне просто не нравится. После стрижки у некоторых растений есть момент некой непривлекательности. Но это ничего страшного. Немножко нужно перетерпеть. И они пойдут в рост с новой силой. Ну а у меня на сегодня все. Со всеми садовыми работами я на сегодня покончила. Единственное, что осталось сказать. Викуся, молодец! И попрощаться с вами до нового видео. Прекрасного цветения вашим садам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Кулакова